МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель французского внедорожника погиб на месте аварии. Сутками ранее страшное ДТП произошло в Коврове. Водитель Газели 1969 года рождения, обгоняя грузовик, задел его и столкнулся с идущим навстречу Део Матис. Легковушка очень сильно пострадала, а те, кто в ней ехали, чудом спаслись. Правда, пассажиру потребовалась госпитализация. По предварительным данным инспектор в ГАИ, виновник аварии, водитель Газели, был пьян. Свел похоронщика с полицейским. Евгений Морозов признан виновным в посредничестве во взяточничестве. Весной прошлого года он пообещал руководителю Владимирской ритуальной компании Станиславу Иванову помочь в получении конфиденциальной информации о фактах смерти граждан и контактов родственников умершего. Для этого Морозов обратился к своему знакомому, майору полиции Антону Гуденко. Тот согласился передавать информацию предпринимателю. Цена от 4 до 5 тысяч рублей за одно сообщение. По одной тысяче с каждого вызова Морозов оставлял себе. Как полагают следователи, через посредника за весь период сотрудничества страж порядка получил около 94 тысяч. Приговором Ленинского районного суда посреднику Евгению Морозову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 188 тысяч рублей. Напомним, полицейский Антон Гуденко осужден к трем годам и месяцу реального тюремного заключения. Предприниматель Станислав Иванов получил 2,5 года условного лишения свободы и штраф в 470 тысяч рублей. В Владимирской области ждет большой ремонт федеральных дорог. В 2018 году в регионе капитально отремонтируют более 20 километров автопути. Весной работы начнутся на участке с 94-го по 102-й километр автодороги М7 «Волга» на подъезде и в черте города Покрова. Во втором квартале дорожники будут менять дорожное полотно и расширять обочины на 11-километровом участке федеральной трассы в черте Владимира. Речь идет об объездной дороге, именуемой в народе Пекинка. Эти работы рассчитаны на два года. В новом сезоне отремонтируют 10,5 километров подъездной дороги к Владимиру со стороны Нижнего Новгорода и Москвы. На этих участках заменят изношенные покрытия, обновят тротуары, нанесут разметку.